Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Поздравляю всех с началом новой торговой недели, и давайте вернемся несколько назад, посмотрим, что у нас было на неделе предыдущей. Напомню, на прошлой неделе была первая пятница месяца, соответственно, у нас выходили данные, такие как Non-Farm Payrolls, и, собственно, сейчас и в пятницу мы смогли наблюдать о том, что данные вышли хуже для доллара, что подтвердило среднесрочные тренды на снижение американского доллара по всем основным инструментам, и на текущий момент тенденция на ослабление американского доллара также получила подтверждение. Ну, давайте посмотрим и начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видели в пятницу уход выше отметки 1.1256, что, в свою очередь, подтверждает нам обновление локальных максимумов за последние несколько недель, и с последующими целями уже на движение в область за 1.13. На текущий момент ближайшая цель для закрепления как раз область 1.13. Ближайший разворотный уровень по данному движению находится в области 1.1204, это минимум, который был зафиксирован в пятницу. Пара британский фунт, американский доллар чуть менее активна, чем пара евро-доллар, но, тем не менее, продолжает также свое восходящее движение. Ближайший коррекционный уровень пока остается на прежнем уровне, на минимуме 31 мая в области 1.2776. Пара австралийский доллар, американский доллар также корректируется. Ближайший уровень сопротивления находится в области 74.75, максимум, который был 31 мая. Если пара уходит выше данного значения, то тенденцию на укрепление австралийского доллара мы сможем увидеть в среднесрочной и вполне вероятно в долгосрочной перспективе, но об этом уже поговорим чуть позже. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение и на текущий момент мы можем уже отметить ближайший разворотный уровень на максимуме, который был зафиксирован в пятницу в области 1.1172. Тенденция на ослабление американского доллара также сохраняется. Напоминаю, цели, которые мы рассматривали по данному движению, находятся в области 108.99. Пара американский доллар, канадский доллар не смогла закрепиться выше уровня 1.3539. Сегодня с утра мы уже видим обновление минимума в пятницу и вполне вероятно данное движение может послужить началом продолжения нисходящего тренда по данной валютной паре с ближайшей целью область 1.3387 и среднесрочной целью область 1.3219. Пара евро-фунт также в пятницу обновила локальные максимумы, подошли к области сопротивления 87.66 и на текущий момент тенденция на укрепление евро по отношению к британскому фунту также остается в приоритете. Ближайший коррекционный уровень, который на текущем уровне мы можем отметить, находится в области минимума 1.061. июня отметка 86.82. Золото также продолжает свои восходящие движения и ближайший коррекционный уровень располагается за уровнем 1259 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent несколько скорректировалась с тех движений, которые мы видели в пятницу. Сейчас уже с открытия обновляет максимумы, которые были в пятницу и зафиксированы, но на текущий момент более важным уровень будет 5109 максимум, который был 1 июня зафиксирован. Если нефть уходит выше данного уровня, то тогда уже предпосылки на восстановление могут быть более вероятны. Но на текущий момент тенденция на снижение остается в приоритете в среднесрочной и в краткосрочной перспективе. Ну и индекс доллара, собственно, обновил локальные минимумы, ушли ниже отметки 96.68. Это минимальное значение, которое было за последние несколько торговых сессий, ушли ниже данного уровня. Соответственно, тенденция на снижение в индексе доллара также остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, что сегодня в 19.30 состоится вебинар, на котором мы более подробно разберем все инструменты, о которых мы поговорили только что. с перспективами, с тенденциями на следующую неделю, поэтому зарегистрируйтесь. Ссылку вы сможете найти под описанием к этому видео и также на сайте Admiral Markets в разделе обучения вебинара. Всем спасибо за внимание и до свидания.